Всем хорошего дня, с вами самоостройщик Лёха. И в предыдущем ролике мы закончили полы. И в этом видео поговорим про перегородки. А перекрытие мы будем сегодня делать из кирпича. Шучу. Во-первых, не из кирпича, а во-вторых, и не перекрытие. Будем сегодня лепить перегородки из гипсокартона. Несущий выборовая профиль. Почему? Сейчас в дальнейшем расскажу. А для начала, из чего сделано перекрытие. Перекрытие у нас обычные доски. Точнее, лаги 100 на 150. Сверху сороковка доска и по помощи фанера. Профиля легли между ДСПшкой и прямо на доске. Что касаемо планировки. В планировке мы полностью не ограничены. И мы уже не вписывали интерьер под стандарты стен. А наоборот, стены вписывали под интерьер. То есть, полностью свобододействий. Так мы делали на первом этаже. Мы сначала все мобиль нарисовали на полу, где оно еще будет. А уже потом подстраивали под них сами стены. Это свобододействие нам очень нравится. Поэтому в плане, что где как будет, мы все не ограничивали. В качестве ребра жесткости выбрали профиль. Все-таки до последнего мы хотели сделать из брусков. Но потому что не дешевле. Обычный брусок стоит 50 рублей. А профиль от 150 до 200. Но есть одно но. Во-первых, это цена. А во-вторых, брусок рано или поздно высохнет. Вам очень повезет, если он будет ровный. Но в общем, все-таки решили купить профиль. И сделать один раз. Все-таки железо из железа. А дерево может вести. В сторону брусков камерной сушки мы вообще не смотрели. Поэтому проще сделать из профиля было. Да, немножко дороже. Если сравнивать 50 брусков, это 2 500. А если сравнивать профиль 50 штук, это 7 500. И чем больше нужно деталей, естественно, тем больше будет разница. Но решили, решили. Будут делать именно из профиля. Среднего качества. То есть профиль стоил где-то 130-160 рублей. К нам вски себе позволить не могу. Там профиль стоит чуть ли не по 400 рублей. Это уже будет далеко не бюджетный вариант. Это будет ближе к элитному. Что касаемо работы с профилем. То крепил я его по деревянным доскам. Именно по краям. Так, если делать по центру, то все это будет шататься. Проверял. Поэтому все это перекручивал и сделал же как нужно. Почему сделал я по доскам, а не по ДСП? Многие писали в предыдущем видео. Ну, потому что есть такая теория, по крайней мере у меня. Если сделать сверху на ДСП, то будут гулять доски. Будет гулять еще и ДСП. И все это будет колыхаться. А так, профиль же только на досках. И с двух сторон этот профиль зажат еще листами ДСП. То есть фанеры. Поэтому никуда он не денется. Мне кажется, это будет только плюс прочности. Работа с профилем очень легкая. Профиль легко режется. Легко пилится. Легко сверлится. Он легкий. Это не кирпичи тягать по 30-40 кг. Это маленький профиль. Там, дай бог, полкило в нем есть. Режется он обычно как болгарка. И так нужно с металлом. В общем, работать одно удовольствие. Единственное, что не греет, это его цена. Ну и бог с ним. Делал один раз. Поэтому постараюсь сделать красиво и хорошо. Сначала набивал в серейке по полу. Сделал по контуру. То есть нарисовали всю разводку, всю планировку на полу. На полу все это отмерили. Набили, прикрутили. И потом нужно сделать идеально все так же на потолке. Если был бы нивелир, сделали бы одновременно и на полу, и на потолке. Так нивелиры нет. То сделаю по принципу внизу прикрутили. Вставляю туда стоячный профиль. И по уровню, по двум точкам делаю разметку на потолке. И уже по ним делаем так же прогон с профиля. И собираем каркас. Что на земле, что наверху. Должно быть с поверхностью хотя бы в 2 миллиметра. Ну, желательно точно. Ну, а потом уже в эти готовые рельсы, то есть в готовые направляющие, вставляю стоячный профиль. В качестве основного крепления я использовал саморезы по металлу, обычные клопы. Ими они легкие, ими удобно пользоваться. Нижнюю часть наживлял на 2 самореза, а верхнюю часть уже уставлял по уровню. Так как в дальнейшем не гребить ровные листы, все должно соответствовать более-менее по уровню. Если будет все это криво, это тоже как вариант, но будет сложно ориентироваться и угадывать профиль через гипсокартон. То есть придется стрелять наугад. А это делать не нужно, поэтому делаем все по уровню, чтобы было проще. Саморез в боковую часть продавливал профиль внутрь, поэтому приходилось придерживать именно пассатижами. Ну, чтобы лучше затягивать. Вот так выглядит стоящая стена. Ну как, кусочек. Остальные быстренько наживлял. Без косяков, естественно, не обошлось. Был один косяк, который увидел только в конце. Сейчас покажу узел крепления. То есть я когда собирал стены, я ориентировался только с той стороны, с которой стоял, то есть внешней. А когда приступил к монтажу с внутренней части, выяснилось, что внутреннюю часть крепить-то не к чему. О чем я говорю, сейчас покажу. Вот эта часть внутренняя, здесь есть с чем укрепиться. Профиль вы сейчас видите. А вот если сейчас переместимся к углу. То, как видите, с внешней стороны есть к чему крепиться. А если крепить эти же два листа снутри, как видите, углы пустые. И профили пропуститься негде. Сначала на это внимание не обратил. Но когда уже подошел к гипсокартону к стене, я удивился, что крепить-то не к чему. И приходилось часть разбирать конструкции и наращивать. Получается, на углах, если есть внутренняя часть, мне приходилось использовать аж три профиля. Если с внешней стороны хватит одного, то снутри еще два. Закрепил некоторые стойки, они шатались. Чтобы как-то добавить рубер жесткости, я использовал из кусочков этого же профиля специальные зажимы. Ну, то есть вырезал и делал типа с топоров. Додумался для этого сам, поэтому строго не судить. Вот такие дела распоры. Это там, где идет стыковка стены с гардеробной. Все так же использую магнитный браслетик. Очень он нам нравится. С помощью этого жесткого сцепления я стыковую два основных профиля. И эти два основных профиля еще стыкую к третьей стене. Таким образом, вибрация хорошо гасится, а ты проще добавляйте. Способ крепления монтажа резки не запоминайте. В дальнейшем будет нормальный рез. Это я догадывался сам. Но потом посмотрел и покажу, как делают профессионалы. Какие резы используют они. Это пока так, в голову не берите. Нарезал, а теперь все эти профиля выставляем по уровню. Это сейчас делается стенка там, где будет находиться гардероб. Поэтому там нужны дополнительные ребра жесткости. Потому что в дальнейшем там будут еще полки. И несущая стена будет именно задняя. Поэтому несколько профилей для усиления прочности я добавил на всякий случай. По хорошему, если крепить кипсокартон, столько ребер жесткости, если вы не делаете там какую-то декорацию, не обязательно. Достаточно оставить только стоячные профиля, чтобы было крепление внизу и вверху. А по центру это по желанию. Но лишним, конечно же, не будет. В качестве крепления, как если делать для гардеробную, там, естественно, чем больше, тем лучше. Там будут полки. Там будет, точнее, масса полок, дверцы, всякие. Там нагрузка будет ощутимая. Поэтому там же делать ребра жесткости побольше. Продолжаю сборку стены. И вот мы уже плавно подошли к дверным проемам. Дверные проемы тоже будут делать из профиля с одним маленьким, но. Еще мне нужны бруски 50 на 40. Я их буду опускать внутрь, чтобы в будущем дверную коробку было к чему прикрутить. Потому что дверную коробку просто посадить к профилю не получится. Хорошего сцепления не будет. Поэтому часто используют бруски 50 на 40, 50 по высоте и 40 глубину. Выравнивал. С помощью гвоздела делали дырки. И с помощью саморезов наживляли, чтобы брусок никуда не убежал. Принцип монтажа такой же. Внизу закрепляли, а потом по уровню, уже четко, точно по уровню выставляли его в верхней части. Итого в этой маленькой комнатке, точнее в этой маленькой разметке стен будет три двери. Итого нужно таких шесть профилей с этими досками. Не забываем отступать от основной несущей стены, чтобы потом можно было сделать красивый наличник. Расстояние между дверями я выдерживал 84 см. 8 см стандартная дверь и 2 см с каждой стороны для пены. Итого 84 см. Ну, с дверьми закончили практически. Теперь осталось сделать профиль над дверью. Сейчас я покажу, как делают специалисты свой профессиональный рез. Они размечают там, где будет сам профиль. То есть, сами эти стоящие профили делают пометку и от угла держат к нише, то есть к нижней части профиля. Получается такая, типа рот уточки с таким зарезом. Получается, что при креплении крепится сам основной профиль и еще сверху поддерживается. Вот так это и выглядит. Ну, да, это отличается от того, что я сам задумался, но зачем сделать, как задумался, если можешь делать хорошо у кого-то подсмотреть. Не забываем профиль перевернуть. Вот так гораздо лучше. Ну, выставляю под уровень двери, естественно. Так как профиль боковой части вставится к двери, то закрепить его можно в трех точках. То есть, основную, откосик и еще по центру внизу сзади. Сейчас я все детально покажу в большой съемке. В общем, такой способ монтажа был самый крепкий. Беру на вооружение, в будущем еще пригодится. Ну, быстренько собираем остатки стены. И теперь можно посмотреть, что в промежуточном итоге уже получилось. Ну, что, посмотрим? Ну, практически все. Все, можно приступать к монтажу гипсокартона. Но одно но. Гипсокартон длиной у меня 2,5 метра, а высота стоек у меня где-то 2,70-2,65. Я точно не помню. Поэтому немножко до потолка не хватило. Пришлось сделать наросты вот эти, чтобы потом эти кусочки заполнить. Хоть там и будет потолок немножко опускаться, но все-таки для прочности. К тому же нужно куда-то шумоизоляцию положить. Это все нужно сделать. Ну, еще плюс ко всему это ребра жесткости. Еще можно, в принципе, по центру сделать несколько планок, чтобы прям конкретно было основательно и крепко. Но у меня не столько много профиля, поэтому экономлю. На стенку лезть не буду, ломать угловой тоже не буду, поэтому этого более чем хватит. Также не забыл еще дополнить несколько профилей. Вот сейчас это полная картина. Как видите, профилей по углам прибавилось. Там сейчас 3 штуки, а не один. Но это я сделал уже после того, когда осознал свою ошибку. Ну, коробка готова. Поглазим оленя на удачу и начнем монтаж гипсокартона. Гипсокартон я достал именно влагостойкий. Купил я его еще в начале мая по цене обычного. Поэтому сейчас не пишите мне, что там Леха богач. Нет. Он стоит так же, как обычный гипсокартон. Оставался 31 лист на складе. Некоторые части там были сзади слегка потерты. Ну, если уже зашпаклюется, я даже внимания обращал. Самое главное, есть листы по хорошей цене. Я их забрал. Кто смотрел предыдущие ролики, видел, что они еще лежат с самого мая. Ну, экономика должна быть экономной. Поэтому стараюсь везде по скидкам, по неликвиду все же доставать. Ну, крепить гипсокартон все просто. И легко. Но главное, не промахнуться мимо профиля. Но еще самая любимая работа, это эти кусочки, подрезки, зарезки. Они отнимали очень много времени. Да и вас будут отнимать. Это эти подрезки всякие, где там немножко не хватает. А если вы перерезали или в притирку, то потом еще геморрой все это снимать и все это подрезать. И это я уже, скажем так, с этим набегался. Поэтому я делал все зазор на 2 мм меньше, чем отмерил. Чтобы потом эти стыки не угадывать, не вылавливать. Да и к тому же в будущем гипсокарту нужно будет место для движения. Если прям сделать в притирку, ничем хорошим это не кончится. Пока же она держит. Могу поискать карандаш. Поточить, поговорить, попить чаек. Разметили, отметили, отрезали и вставляем. Ничего сложного нет. А вот если мы отрезали много, то зазор будет большой. А если отрезали мало, то будет в притирку. Теперь стоит ножом вырезать. Поэтому я старался делать отступы, ну хотя бы 2 мм. Чтобы прям зазор было видно. В дальнейшем все это зашпаклюю, но работать так проще. В качестве отрезки, зарезки, отмерки я не использовал никакие карандаши, никакие пилы. Мы просто взяли правило, самое большое, которое было. Всем, чем можно его придавливали. И по нему просто проводили линией ножом. И потом отрезали. Получалось ровно, как на заводе. Использовала самая большая ножка, то есть малярная, с лезвием 25 мм. То есть с 18 лезвия ломались. А вот с 25 мм самое то. Первый раз провожу легко, плавно. Второй раз посильнее. И третий раз уже чуть ли не режем саму фанеру. Ну а потом листики крепим. Крепили мы в два слоя. Это недорого. Это удрожение всего в два листа. Два листа с каждой стороны. Итого четыре листа. И всего это удрожение на тысячу рублей. Зато это больше прочности. Это лучше шумоизоляция. Работать с гипсокартоном в принципе ничего сложного не было. Гипс вырезал, разметил, вставил, закрутил. Главное аккуратно, а не спешить. Толщину я убрал 12,5 мм. Я думаю этого хватит. На полу главное я оставлял себе подсказки. Ровно по центру профиля отделал зазоры из карандаша. То есть такие пометочки. Чтобы потом, когда уже прислонил сам лист, я мог найти внизу центр профиля. Вверху было видно. Вставил правило, проводил карандашом. И по этой линии уже впрутил саморезы. Но это на всякий случай, чтобы не пасть мимо. То есть в пустоту. Как видите, ничего сложного нет. В монтаже гипсокартона главное не промахнуться, не пасть мимо профиля. И было к чему прикручивать. А то бывает, можно пасть в пустоты. И вы ни к чему толком не прикрутитесь. Я крутил обычным сверлом. Есть также еще специальная бита для гипсокартона. Мне она не помогла. Выходили, в общем-то, косячные моменты. Я психанул и делал обычной магнитной битой. Если крутить саморезы слабенько, то когда будете шпаклевать, ваш шпатель будет тыкаться в эти головки. А если сделать много, то получается сильно просверлить гипсокартон, и он держаться вообще не будет. Поэтому в поиск золотой середины сверлил на глаз. Так, слегка утопил и хватит. Боковые части, как видите, я не стал отрезать. Я сделал из обрезков. Ну, то есть экономил. Подгонять я их не стал, потому что, чтобы сделать красиво около наличника платкоса и будущего шпаклевать, я использовал лобзик. Убрал лобзик и все эти обрезки выпиливал. Получалось очень ровненько и красиво. Красивее даже, чем ножом. Главное, беречь органы дыхания и глаза. Да, это, конечно, не штукатурка, не газобетон, но даже гипсокартон хорошо дымит. Да, к тому же, дышать пылью не очень-то приятно. Получалось очень красивенько и ровненько. Не как на заводе, но близко. Ножом бы я так не сделал, это точно. Ну, практически все готово. Так, Леха, а что такое? Чего у тебя здесь? Стена дырявая, ты же почти готова. А это у нас гардероб. Здесь же будет гардероб, поэтому из гипсокартона я делать не стал. Так, я работаю эксплуатацией, и у нас часто бывают вызовы вот на эти квартиры с протечками, с плесенью. Мы были недавно у женщины, у которой было гардеробу 3 года. Она открыла гардероб, а там у нее вот эти вот следы плесени и грибка, потому что у нее гардероб был собран полностью из гипсокартона. Но потом мы выяснили, что из-за разницы температуры снаружи, снутри, плюс все это одеждами застелено, гипсокартон не дышит, и он начал преть. Правда это или нет, но будем делать из дерева. Стандартные шкафы делаются из дерева, поэтому мы тоже делаем из дерева. Фанера также сантиметровая, которая была на полу, такую же используем и для гардероба. последний листик, и можно посмотреть, а точнее приступать к шумоизоляции. Все готово, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Шумоизоляцию. Шумоизоляцию буду использовать канавов. Не потому что она хорошая, элитная и прям супер, мега не пропускает звук, ну а потому что все по той стандартной, простой, безобразной причине. На складе оставалось 5 пачек, и я их забрал. Да, кстати, мне уже привычку вошло. Это на складе бегать по интернету, искать вещи подешевле, сдать остатки. На них всегда хорошие скидки. Да и к тому же, если берете в магазин большую поставку, то есть этого материала, и вот эти вот маленькие неликвиды, там 3 штуки, там 2, там 10, иногда можно выторговать по очень хорошей цене, потому что не спаляются там годами, это все, и это им нужно куда-то деть. Как говорится, торгуйтесь. Буду использовать обычную шумоизоляцию толщиной 2,7 мм, то есть 2 листа дают в общем 54 мм в общем объеме, а профиль у меня 50, поэтому с неким усилием, с каким-то вазелином, но можно впихнуть туда эту шумоизоляцию в 2 слоя, как я в принципе и сделал. Чем больше, тем лучше. Тортика простая. Я выторгал 5 пачек, на пачке написано 11 квадратов, то есть 5 пачек, 55 квадратов, но я использовал 2 слоя, поэтому на все нужно 25 квадратов. Как ни странно, но на эти вот маленькие стенки, которые были сейчас в ролике, видите, как раз все эти 5 пачек ушли, то есть уже ничего не осталось. Как видите, влезает очень туго, но влезает. Вот с таким выпуклым вазелином, но я то сместил это. Теперь прислоняю гипсокартон и начинаю закручивать именно от центра, то есть сначала по вертикали полностью закручиваю весь центр, а потом уже края. Если мы прослоняем и давим до определенного хруста, значит ничего делаем неправильно. У меня хруста не было, но мало ли у кого-то будет. Не забываю также отмечать карандашом, где будет проходить центр профиля, иначе опять будут стрелять наугад, опять будет мимо, и опять будут лишние отверстия в гипсокартоне. Такие случаи были. Как ни странно, я вставлял пометки внизу, вверху, стрелял, и мимо. И все равно промахивался. Ну а теперь вверху. Кусочек, которого не хватало, все равно приходилось дорезать-вырезать, что с внешней, с внутренней стороны. Аккуратно наживлял и нежно все это вырезал. Толщина была 12,5 мм гипсокартон, поэтому резался он достаточно непросто, но все по силам. Не забываем беречь органы дыхания, хоть утеплитель, возможно, хороший, дорогой, но потешить в горле все равно со временем будет. И ни в коем случае не трогайте лицо. Знаю по себе. Лучше уж тогда работать без маски, чем трогать вообще лицо. А уж тем более глаза. Не забываем сразу заложить в стены все розетки, выключатели, провода желательно в гофре. Если вы все это сделаете, закройте, красиво уложите, а потом вспомните, что вы забыли сделать, разветочку или включатель, я потом не сочувствую. Вы можете упасть в профиль, когда будете сверлить, все перемешаете в кашу этот утеплитель. В общем, все это будет не очень весело. Что касаемо меня, ну, я практически ничего не забыл. Так, один там косячок был, ну, вы сейчас в конце увидите. Но это не совсем косячок, но об этом позже расскажу. Ну, мы уже подходим к финалу. Да, кстати, в сантехнической части, то есть в санузле, я использовал один слой гипсокартона, то есть комнатах два, а внутри один. Ну, потому что я ничего не буду вешать на стены внутри санузла. По-камерной, да, очень надеюсь. Включим последний элемент и можно посмотреть, что у нас там получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это у нас свет, это у нас розеточка, а это у нас вентиляция. Вот даже себе пометил, чтобы не забыть. Тут еще не доделано, потому что там будет идти вентиляция, всякие закладные. Это потом еще надолго растянется. Главное, что комнаты готовы. И следующий этап будет вот этот потолок. В будущем о нем поговорим. Ну, а теперь расскажем про экономическую часть, что почем, что на что вышло. В общем, часто просите, сейчас все это расскажем подробно. Ну, а теперь посчитаем все, что я затратил вот на данные перегородки в этой части дома. Так, у меня будут перегородки еще во второй половине дома, но их потом посчитаем отдельно. Считаем только то, что тут. Итак, к цифрам. Профиль. Профиль был металлический, средней цены. Средняя цена была 184 рубля. Потратил я его всего вот на эти перегородки 46 штук. Итого 8 460. Гипсокартон. Гипсокартон был влагостойкий. Берем среднюю рыночную цену 300 рублей. 17 штук ушло вот на эту комнату. Снаружи было два слоя, внутри один. В общем, 17 листов два вбухали. Итого 5 100. Саморезы. Саморезы было сейчас точно не скажу, но по-моему 5 килограмм. По-моему, больше я не докупал. 3 килограмма было 25-ки и 2 килограмма было 40-ки. Итого 1000 рублей. Возможно, то есть подешевле, а возможно кого-то есть подороже. Надо смотреть. Шумоизоляция. Как помните, 5 пачек. Где-то по 600 рублей ее выторговал. Итого 3 500 эти 5 пачек. Они, кстати, тоже все ушли, поэтому цена окончательна. Как итог, вот на эти перегородки в этой части дома ушло 18 тысяч 60 рублей. Промежуточная цена сколько уже вбухано в отделку в дома, я что-то куда-то потерял листочек. Но в будущем, то есть в последующем видео я уже все это состыкую, скажем так, отработаю. В следующем видео уже будет про потолки. То есть мы идем по порядку. Мы сделали уже полы, сделали стены. Сейчас сделаем потолок. Потом, скорее всего, будет откосы. Все это пошпаглюем, покрасим и уже будет конфетка. Ну, с вами был самоостройщик Леха. Всем счастливо. Пока-пока. Не скучайте. Через недельку увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова